всем доброе утро бонжур хелло шалом у меня нос красный прям реально как у деда мороза так ну что кто пришел первый на рок-тор и мы сегодня начали в 10 00 и никого я думаю что очень много людей сразу когда в включаются то фейсбук чуть тормозит вот час до сейчас только один у нас три смотрят олег шар марголин пошло да то есть это задержка фейсбук передать тони кауфман шалом тони оксана андрюченко максим перенчук светлана карачева шалом яков шатанин шалом шалом и бутер топ еще раз тони кауфман значит вот у нас уже собирается наш виртуальный бэд мидраж бэд мидраж это дом учения бэд мидраж дом именно углубленного учения ваша мидраж это ли дрожь олег марголин шалом шалом олег марголин я только вот то что мне показывает фейсбук комментарии то я и говорю шалом максим перенчук привет тамара зинченко доброе утро всем шалом алекс чудиевич шалом доброе утро максим перенчук опять ботерор игорь петельников привет из краснодар все и мы значит начинаем начинаем леса муранец фаина альбина черенок доброе утро все и мы продолжаем изучать перте вот получение отцов значит сегодня у нас вторая глава и мы давайте вспомним еще раз вторая глава идет о выборах и вот первая первая мечта была что какой путь выбрать прямой значит должен был хорош для того кто его делает и хорош со стороны других людей дальше нужно быть в первую очередь осторожным заповедях потому что только заповеди это такая надежная штука в этом мире которая реально имеет ну устойчивость да такие как точке опоры в этом мире то есть бог сказал делать все значит делай и полагайся на бога но бог так сделать систему что мне всегда мир представлялся как игра чтобы взял такую игру что вот есть заповеди вот есть преступление преступления приятней и а ты выбирай значит хочешь быть со мной в хороших значит выбери отложено удовольствие то есть заповеди это как отложено удовольствие я знаю много проводили психологических экспериментов с детьми вы знаете есть известно это маршмелла называется психологический эксперимент когда маленьким деткам там пятилетним клали перед ними маршмелла это зефирчики такие да клали зефирчики и им говорили смотри ребенку говорили если ты сейчас сейчас возьмешь зефирчик это ты скушаешь то все ты его скушаешь но если ты просидишь какое-то время там ну час я не помню 10 минут ночи какое-то время и сможешь его не скушать то есть ты его трогать не будем мы тебе дадим два зефирчика и уходили из комнаты какие-то дети я не помню пропорцию но какие-то дети они сразу брали зефирчик они жили здесь и сейчас они не ждали отложенного удовольствия и съедали зефирчик какие-то дети зефирчика не трогали а ждали когда вам дадут вместо одного зефирчика два там три или пять но чем какое-то большее количество зефирчиков теперь интересно было в этом эксперименте я не помню пропорцию в которой были дети по-моему больше было детей которые которые брали этот зефирчик маршмелла это очень известный психологический эксперимент прям один из самых известных показывающих природу людей меньшинство готовы были ждать чтобы получить больше потом этих детей исследовали в на протяжении длительного времени чтобы посмотреть по жизни что с ними будет и оказалось что те дети которые сразу брали зефирчик у них жизни ничего не они ничего не достигали они все время выбирали кратко вот близкого удовольствия и не умели терпеть и ждать и как бы преодолевать свое желание ради отложенного удовольствия так вот тора нас учит что есть отложено удовольствие это алла маба это грядущий мир есть отложено удовольствие это когда ты выстроил всю свою жизнь правильно и ты выстроил ты учишь тору ты помогаешь близким ты женат и даже если у тебя какие-то сложности но потому что женщинами сложно ты как бы умеешь их преодолевать и в итоге у тебя такая более-менее равновесная жизнь или ты все время действуешь берешь сразу берешь свои свой зефирчик и хочу это сделал хочу это сделал хочу то сделал это не хочу не буду это не хочу не буду и так далее вот мы живем в мире вот этих вот зефирчиков и сказал нам в первом вишне что рабе удоноси что нужно уметь выбирать и нужно сопоставлять ту радость которую ты получишь сейчас например человеку вот он хочет тренироваться да не тренироваться радостно лежишь сериальчик смотришь кушаешь вкусно пиво пьешь все тренироваться сложно но если мы посмотрим на второй этап отложено удовольствие тот кто тренируется он потом крепкий здоровый выносливый сильный тот кто пьет пиво и смотрит сериалы то он толстый и больно у меня был один друг кстати интересно он ну приятель даже он очень талантливый был человек прям бизнесмен он очень так быстро разбогател и потом он начал курить марихуану и просто получать удовольствие от жизни то снова был работающий бизнес он зарабатывал хорошие деньги но он решил что главное в жизни это кайф быстрый легкий доступный кайф и он не тренировался он не работал бизнес его распался люди от него ушли жена от него ушла и он так как он был уже толстый и нервничал то у него случился болезнь очень плохая болезнь у него началась и значит вот такая вот история жизни когда человек выбирает близко удовольствие то есть он не выполняет то что рабец сказал первом мишне что сопоставляй удовольствие от преступления и награду за преступную и потерю от преступления и потерю от выполнения заповеди с пользой от выполнения заповеди хорошо вторая была мишна напоминаю просто напоминаю краткое содержание это рабангом лель сказал что прекрасно соединять тору с работой и добавить к этому еще и что заниматься общественными нуждами помогать людям общественной деятельностью нести добро людям обществу и сейчас следующая мишна следующая мишна она звучит так что авуза и римбы решут значит нужно быть осторожными с решутом кто это решут власти значит авуза и рим будьте осторожны с властями что они приближают человека только для своей нужды власти не раим кавим бешата на там они выглядят как любящие в то время когда им приятно они получают удовольствие от человека и не не помогают они не стоят они рядом человеком когда ему тяжело становится теперь значит как это все работает но первое как бы простое понимание это продолжение предыдущей мишны что если ты занимаешься общественными нуждами и те раввины те люди которые занимались нуждами еврейского народа в изгнании они все время вынуждены были приближаться к властям и иногда их брали в заложники то есть это было например есть очень известная равме мэр из роттенберга роттенберга да был такой рабе мэр он был глава поколения и он жил в роттенберге в городе понятное дело и когда он был в хороших отношениях с правителем города он был великим мудрец и все такое но потом этому правителю города у него ему нужны были деньги и он его взял заложники и говорит принесите мне за него там и назвал огромную сумму а рабе мэр говорит нет говорит не давайте эту огромную сумму почему не давайте он говорит смотрите если мы сейчас дадим если вы за меня заплатите эту огромную сумму тогда тогда будут все правители так делать они будут хватать евреев заложники мудрецов и требовать огромные деньги нет у нас есть установленная цена за пленного то мы можем дать определенную сумму больше мы дать не можем хочешь бери там 100 долларов не хочешь не бери и он умер в тюрьме то есть он несмотря на то что готовы были в риан был глава поколения готовы были евреи собрать любую сумму чтобы его выкупить он сказал нет я не выйду за и запретил это делать в перте вот предупреждали об этом что будьте осторожны с властями что они приближают человека только для своей нужды тоже мне есть яркий пример в и современной жизни в сейчас в в россии в москве один мой знакомый тоже из бизнеса которым я занимаюсь обучение образования он начал начал проводить для государства на бюджет начал проводить мероприятия все такое и он так радовался все его там и уже все выше выше поднимается выше 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 поднимается они ему дают огромные деньги он эти деньги распределяет просто взлетел стал зарабатывать но какой-то момент какой-то момент он кому-то из властей не понравился но еще более высоком эшелоне кто-то на него посмотрел и сказал а кто это такой вообще чем тут в это самое говорит вот этого вообще больше чтобы не было здесь вообще что больше не было а ему должны были там же но идет ты проводишь потом деньги приходят сегодня были задолженность там огромная сумма но то есть ему должны были выплатить выплату остановили у него просто он банкрот у него долги перед поставщиками все и те кто ему вчера еще с нижнего этажа власти с ним бухали радовались брали у него деньги и и ну и так далее в этот момент от него все отвернулись все никаких вариантов старший товарищ сказал фас все и об этом предупреждали нас мудрецы вперте вот будьте осторожны к с властями что они приближают человека только для своей пользы и выглядят они как любящие когда ты им заносишь бабло или когда они тобой пользуются никогда они не помогут власти они по сути своей политика там нет дружбы там нет ценности то есть политики есть только интересы это сами политики кто идет в профессиональной политики он знает что в политике нет отношений есть интересы и вчера они были враги и они друг с другом ругаются я могу сказать у меня есть четкие вообще конкретные данные которые знают что вот например политики там даже нет не некоторых стран друг с другом ругаются а по факту они передают друг другу типа ну слушай это все для ну для лохов для для народа до для этого самого а ну то есть вы не слушайте потому что одно по факту они в это же самое время они договариваются внутри о каких-то делах которые вообще ну полностью не совпадают с тем что идет на внешнем на внешнем уровне для народа для сми такая жизнь и мудрецы нас об этом предупредили но задает вопрос любавичи стеревы любавичи стеревы в своем комментарии наперте вот задает вопрос он говорит очень странно нам до этого первой главе шмая сказал что оэ в этом лоха люби работу усны это рабанут и ненавидь величия в альте твадали решут и не становись известным вообще властям то есть вообще к ним нельзя приближаться то есть политика чем ты дальше от нее тем лучше для тебя хорошо так он же уже предупредил нас зачем в этом во второй главе нам сказали будьте осторожны с властями непонятно если к ним не надо приближаться то есть не приближайся к току убьет но если приблизился будь осторожен как бы можно это сказать но возник вопрос возникает и любавичи стеревы и второй вопрос у него возник почему говорит мишна которая пертевод относится ко всем а это мишна она если ее так понимать она относится только узкому кругу людей которые которые представители общины еврейской которые взаимодействуют с властями и зачем мишна которая для всех есть узкий закон который для единиц на то есть даже не для одного процента а для пол процента там и так далее да те кто реально взаимодействует с властями на высоком уровне о шалом шанакатс и любая стеревы дает другое объяснение этой мишне он говорит смотрите здесь речь идет вообще вообще о другом он переносит эту мишну плоскость которая имеет отношение каждому человеку он говорит смотрите кто вообще управляет человеком вот есть человек да вот я человек там он человек давида человек это тоже человек до бене тоже человек человек кто-то управляет то ты вечером решил что утром ты встаешь на зарядку а утром ты проснулся зазвучал будильник и ты режешь и думаешь надо встать на зарядку да да я должен встать но я еще посплю 10 минут кто принимает решение поспать или встать но даже решил встать на зарядку а если мы тебе заплатили 5000 долларов чтобы ты встал вот теперь значит любой человек знает об этих внутренних качелях и он знает что иногда даже ты принимая решение и ставя себе какие-то законные правила и рационально понимаешь что пить нельзя и не надо вообще соглашаться на провокационный и тем не менее человек делает большую часть своих действий вообще не контролируя себя и только по итогу он понимает на на ком автомате он живет но если я чек живет на автомате то тогда кто управляет этим автоматом и любая встера бы говорит что автоматом управляет сэхэль и медот если человека сэхэль интеллект это запрограммированный механизм принятия решений в котором есть информация которая была в него вложена давным-давно вот в это вот самое подсознание напоминает не максим перенчук что подсознание были заложены какие-то схемы какие-то убеждения какие-то ценности какие-то какие-то правила принципы там и так далее были какие-то события которые происходили с человеком которые записались как модель чего бояться чего не бояться и так далее и все вот эти вот решения тот то что управляет человеком любая встера бы назвал медот и сэхэль медот это его качество качество характера кто-то вспыльчивый так он вспыляет это его качество характера кто-то ленивый он ленится кто-то а сэхэль это модель вот это вот принятие решения которая вся она находится в подсознании и он говорит тогда он говорит если так понятно вот это решут это та власть которая властвует на человека и он тогда рв говорит любая чести когда нам говорит Тана, Тана это мудрец, который сказал Мишну, когда он нам говорит, будьте осторожны с решутом, он говорит, что то, о чем говорил уже через много лет, вот недавно совсем Стивен Кови, что сделайте вот этот вот промежуток свобода выбора между автоматической схемой, которая у тебя включается, и принятием решения. Будьте осторожны, даже зачем нам Стивен Кови? Нам Стивен Кови не нужен, у нас есть книга называется Меселатия Шарим, Путь праведных, где Рамхаль нам сказал так, что Тора приводит к осторожности, то есть когда ты изучаешь Тору, то первое, что ты получаешь, у тебя появляется осторожность, ты начинаешь понимать, что с тобой происходит, и ты начинаешь наблюдать за собой, осторожность, и вот это то, что сказали нам Абу Зайрим Берешут, будьте осторожны со своим интеллектом, со своими качествами. Они приближают человека только для своей нужды. Ум работает сам по себе, и качества работают сами по себе, то есть человек, который живет на автомате, им рулит его прошлое, и ум обслуживает себя. Уму самое главное, чтобы то, что он решил когда-то, оно оставалось стабильным, потому что если оно становится нестабильным, то это как будто бы мир рушится. Поэтому ум все время доказывает справедливость и правильность своих схем. Значит, и получается, что будьте осторожны с властями, что они приближают человека только для своей пользы. Не Раим Каавим, выглядят они как любящие. Когда утром вот этот внутренний голос говорит Бенни, поспи еще немного, не так уже важна эта зарядка. Ты устал, ты устал, спи дальше. И Беня понимает, где-то у него другая мысль, что ну я хоть я буду еще лежать, что здесь что-то не так. Но настолько этот голос, который говорит, расслабься, не делай, отдохни, полежи, посмотри телек, зачем тебе это шмай с Раэль вовремя, успеться еще, какая богу разница, что ты вообще, а есть ли он? А если он есть, так он, наверное, мне... Все вот эти разговоры, они выглядят как любящие. Для чего? Потому что бешата анатан, только для удовольствия. То есть вся вот эта вот система, она работает для удовольствия. Веном димну ли адам бешат дехаку. И не стоит вся эта система для человека, когда ему плохо. То есть они тогда в этот момент, его мозг... Знаете, как есть известный анекдот, как один человек, он играл в казино и проиграл все деньги. И он проиграл все деньги. И, значит, вышел такой, думает, блин, как я мог, зачем я снова пошел играть? Я же знал, что мне нельзя. Я же знал, что я уже всегда проигрывал. И опять я на эти же грабли наступил. Зачем вообще? Зачем? И он начинает себя ругать. Ругать. Зачем? И тут слышит такой внутренний голос, типа... Но ты же можешь выиграть. И у тебя еще остались деньги. У тебя же еще есть перстень твоей покойной матери, которая надала тебе на счастье. Вот это и есть твое счастье. Он такой, блин, думает. Вот это да, это внутренний голос. И этот внутренний голос ему говорит, и когда ты его заложишь в ломбард, пойди, подними в синагогу, в казино, и, значит, поставь все деньги, значит, ты выиграешь. Он заходит, ему внутренний голос говорит, ставь, стоп, не ставь, стоп, не ставь, стоп, не ставь. Потом ставь все на черное. И он ставит все деньги на черное, крутится шарик, и выпадает красное. И он такой стоит, а внутренний голос говорит, боже, как я ошибся. Боже, как я ошибся Все, я ошибся Внутренний голос, когда человеку плохо Он говорит просто Да, типа Ну, бывает И все Поэтому, предупредил нас Тана, будьте осторожны То есть, если человек полагается на свою систему координат То он где будет? Он будет там, где находится сегодня и дальше Потому что вся система координат каждого из нас Привела нас к нашей сегодняшнему положению У каждого из нас то, что есть сегодня Это следствие того, что мы делали, думали, выбирали вчера Если человек доволен своим положением И он хочет, чтобы оно продолжалось То, в принципе, он не должен ничего менять Все отлично Если же человек хочет чего-то в жизни другого Большего счастья, удачи, успеха, радости Вечной жизни и так далее То что? То что? Наталья Уменова То он начинает изучать Начинает изучать Тору Начинает думать, что Надо выбрать какую-то систему координат Которая доказала свою эффективность Тора доказала свою эффективность Я верю в Тору Поэтому мы Тору изучаем У нас уже 101 Слава Богу И 101 прекрасное число Знаете, какая 101? Это есть Дематрия 101 101 это сейчас Малах Подходит? 70 90 Нет, Малах не подходит Малах В общем, есть какая-то еще 101 Это очень хорошее число Хорошо, друзья Все, давайте сделаем выводы Значит, по первому выводу По первому объяснению Надо не лезть и в политику Не лезть и в политику И к ним не приближайтесь Любые вот эти Особенно через взятки Через все вот эти вот незаконные дела Потом она очень Власть меняется И капец Ну или она даже не меняется В общем, лучше не лезть не с властями Нужно от них держаться подальше Это первое объяснение Второе объяснение От своего Ецерара Тоже надо держаться подальше И первый шаг К контролю над своим злым началом Над то, что лень Внутреннее животное Ну, назовите как хотите Но у человека есть внутри Вот этот вот мозг млекопитающего Который можно назвать его Ну, животное, да И первое качество Осторожность Умение выделить его Понять все его побуждения Это второе вот объяснение Значит, будьте осторожны И с властями внешними И с властями внутренними Все Удачи, успехов Напишите свои выводы Поделитесь, пожалуйста Своими выводами С друзьями Со знакомыми Сделайте вывод Что вы собираетесь сделать Значит, у меня на фейсбуке На моей личной странице Как раз я сейчас изучаю Вот эту тему Как работает мозг Можно там тоже читать посты Как быть осознанным Да, быть осознанным Вот я на эту тему Как раз Очень сильная работа Над осознанностью И все Удачи, успехов Анна Яманова Шаббат шалом Шаббат шалом Да Все, пока Всем пока Шаббат шалом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok